Самые актуальные новости города в эфире Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. Жители Майкудука столкнулись с проблемой остановочных павильонов. В народе говорят, что данные остановки предназначены для Алматинского региона. Карагандинские налоговики вышли в рейд по нелегальным таксистам. Очередной рейд у них по проверке документов, наличие регистрации. В шахтерской столице определили имена золотой молодежи. Я очень благодарна Акимату и отделу внутренней политики. Суета вокруг автобусных остановок, повышение тарифа на проезд в общественном транспорте не вызвал у карагандинцев положительных эмоций. А вот положение с остановочными павильонами вызывает ряд нареканий. Связь прямая. Повышайте тариф, повышайте качество обслуживания. Майкудук. На Востоке-2 появился новенький остановочный пункт Ануар. Все правила и СНИПы соблюдены, все дорожные знаки выставлены, все автобусные парки оповещены. Пассажиров нет и автобусы не останавливаются. ЖКХ в недоумении. Остановочный пункт Ануар. Направление в сторону Майкудук был перенесен напротив торгового дома Восточный. Это соответствует всем трипам и нормам, потому что между остановкой расположен регулируемый пешеходный переход с этофорным объектом. А варчик просто открывается. Автовладельцы, несмотря на дорожные знаки, устроили на автобусной остановке стоянку. Подъехать и высадить пассажиров нет никакой возможности. Как нам сообщили в ЖКХ, скоро будут проводиться совместно с административной полицией рейды со штрафами и штрафной стоянкой. Эвакуаторы уже на готове. Остановка напротив Майкудукского дворца культуры проблемной стала вечером 19 ноября. Совсем недавно. Произошло ДТП, водитель не справился с управлением и врезался в опору остановки. Хорошо там никого не было. С места происшествия он, конечно, скрылся. Административная полиция ведет расследование и ищет несознательного нарушителя. Остановка пока пугает своим перекошенным видом пассажиров. Но это временно. Подрядным организациям установили, которые осуществляют установку остановочных павильонов, был достигнут договоренность, что в ближайшее время восстановит остановочный павильон за собственных средств. Вообще-то к остановочным пунктам у карагандинцев есть претензии. Они в недоумении, как можно ставить в Караганде такие облегченные формы. У нас погода не как в Алматы. В народе говорят, что данные остановки предназначены для Алматинского региона. То есть если у нас будет буран, если будет буран и мороз, в этих остановках не будет защиты от холода. Она будет полностью продуваться. Карагандинцы народ глазастый. Найдут изъяны там, где не подумаешь. Например, кладут на остановках брусчатку прямо на асфальт. Ну что плохого? Оказывается, ступенька получается очень высокой. При гололёде можно упасть и не только пенсионеру, но и молодым. Прислушиваемся друг к другу и ищем вместе оптимальные варианты улучшения жизни в Караганде. Сергей Высокозов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. С начала года только в Октябрьском районе зарегистрировано около 120 частных таксистов. За октябрь-ноябрь еще 42 перевозчика решили работать легально. Остались ли в Караганде дикие таксисты, выясняли представители налогового управления и административной полиции. Для этого они вышли в рейд по улицам города, и наш корреспондент вместе с ними. Что очень хорошо, так это то, что налоговая база по Октябрьскому району Караганды расширяется. С начала года частные таксисты внесли в бюджет более 2 миллионов тенге. Сегодня легальным пассажироперевозчикам гораздо спокойнее и выгоднее работать. В теневом бизнесе множество подводных рифов, а вот защиты никакой. Даже пенсионное числение не выплатишь. Сегодня меня остановили дорожная полиция и сотрудники налоговой полиции с проверкой. Очередной рейд у них по проверке документов, наличие регистрации. В общем, у меня все документы в порядке. Я как бы плачу налоги, работаю спокойно. Ну и советую всем так же оформляться официально. Ну, в общем, как я. Проверка на дорогах не вызывает положительных эмоций у водителей. Снимать не надо меня. А что делать? В городе зарегистрировано около 100 диспетчерских пунктов. Если за каждым закреплено с десяток таксомоторов, то посчитайте приблизительное число работающих таксистов. Приплясуйте сюда шабашников. Вот вам и обслуживание населения со знаком качества. А что, чем больше таксомоторов, тем выше конкуренция. А там, глядишь, и на скидку попадешь. Рассуждение несколько неграмотное. Многие даже не знают, как регистрироваться. А когда мы их разъяснили, порядок регистрации, то есть они удивились, что сумма налогов всего составляет 2%. То есть если они указывают в месяц 100 тысяч тенге, сумма налогов составляет всего 2 тысяч тенге. Это по патенту. До каждого водителя, конечно, достучаться трудно. Но каждый водитель, естественно, ищет свою выгоду. Так надо ли дожидаться штрафов или лучше легализовать свой бизнес? Если не верите увещеваниям налоговиков, то поверьте Бенджамину Франклину, его высказывание «уплати налоги спи спокойно» живо до сих пор. Не верите? Возьмите калькулятор и посчитайте. Сергей Высокосов, Бахтияр, Успанов, Первый, Карагандинский. Министерство внутренних дел будет следить за онлайн-жизнью молодежи. Такая информация появилась накануне в интернете. Посредством социальных сетей полицейские хотят не допустить распространения экстремистских идей среди молодых людей. Карагандинские школьники и студенты неоднозначно восприняли эту новость. Подробнее в сюжете Амины Смаковой. Куаныш Байтасов – студент одного из вузов, активный пользователь социальных сетей. Популярный агент Аська и прочие средства связи современной молодежи для парня не просто общение, но и способ получения информации. Новость о том, что переписку или личную информацию сможет кто-то прочесть, повергла его в недоумение. Считает, что нововведение от МВД – ничто иное, как посягательство на личную жизнь. Я считаю, это будет неправильным, так как это моя личная жизнь, там, может, в этой переписке какие-то компрометирующие меня записи будут. Власти должны найти какой-то другой способ, который не будет затрагивать личную жизнь, ну, как бы, без вторжения в личную жизнь человека. МВД Казахстана будет использовать социальные сети для борьбы с экстремизмом. За образец отечественные стражи порядка возьмут своих финских коллег. Там мониторинг соцсетей ведется давно, сообщает один из информационных сайтов. Мне кажется, все-таки неправильно, как вторгаться в личную жизнь людей. Все-таки это как-то, можно сказать, интимно. В принципе, если экстремисты захотят что-то совершить, то у нас вышат и без интернета. Некоторые стесняются своих сообщений, может, они о личной с вами разговаривают. Ну, с другой стороны, мне нечего скрывать, если лично мою переписку читали. А вот мнения других карагандинцев разошлись. Одни против шпионажа, другие считают, что эксперимент принесет положительный результат. Не-не, это же личный, личный. Это вторжение в личную жизнь. Не имеют права. Личная жизнь, личная жизнь. Если этим будет заниматься КНБ, то тогда это более-менее нормально. А когда МВД этим занимается, это поддается огласке, и это очень даже неправильно. Ну, я за только, наверное. Это личная жизнь, они не имеют права. Они бы хотят тем самым выявить террористов, всякие теракты, убийства. Это им все равно не поможет, я так думаю. Все, отрицательно. Отрицательно. Да, мне, в принципе, все равно. Административная полиция пояснила, что если нужно будет отслеживать экстремистов в интернете, то, значит, будут следить и за личной жизнью молодежи, и даже за перепиской. По словам стражей, порядка – это не вторжение в личную жизнь, а ограждение общества от экстремистских и других, приносящих вред организации. Амина Смакова, Габидин Гуржбеков, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Привемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Далее все самое интересное. Привемся на короткую рекламу. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. Сегодня на вокзале встретили делегацию Карагандинской области, прибывшую с девятых национальных молодежных дельфийских игр, которые прошли накануне в Алматы. 57 участников представляли нашу область в 10 конкурсных номинациях. Восемь карагандинцев вернулись призовыми местами. Встречали победителей, как говорится, всем миром. Сергей Еринев завоевал золото в номинации «Скрипка». Молодой человек занимается музыкой уже более 10 лет. Застенчивый парень, не скрывая улыбки, благодарит своих родных и педагогов, которые до последнего его поддерживали. И, конечно, я бы этого не добился, если бы не мой педагог Истомина Елена Леонидовна. Я очень ей благодарен. Я очень старался, чтобы занять первое место. В молодежных дельфийских играх приняли участие молодые и талантливые жители шахтерского города, отобранные на областном этапе игр. Две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Комплекты наград ребята привезли из южной столицы. Карагандинцы стали лучшими в таких номинациях, как веб-дизайн, народное пение и изобразительное искусство. Наша школа искусств номер один очень благодарит организаторов дельфийских игр, так как это очень важно для тех, кто занимается искусством, чтобы они могли показать свой талант и получить оценку. Руководство области много лет поддерживает этот конкурс, который является хорошим началом на пути к достижению творческих вершин. Как показывает практика, многие из участников игр затем успешно проходят обучение в ведущих учебных заведениях Казахстана и всего мира. Еще 14 имен внесены в Золотую книгу почета города Караганды. В шахтерской столице прошла торжественная церемония награждения самой талантливой и активной молодежи. Победители выбирали путем интернет-голосования сами горожане. Подробнее в сюжете Алина Акбаева. И желаю всем участникам, всем, кто присутствует в этом зале, дальнейших побед и успехов. В Золотую книгу почета молодежи Караганды попадают молодые люди, достигшие хороших результатов в творческой, спортивной, научной и производственной сфере. Это и студенты, и преподаватели, и спортсмены, и госслужащие. Главное, чтобы номинант был не старше 29 лет. Голосование проходило с 21 октября по 10 ноября. Отдать голос за понравившегося кандидата мог любой пользователь сети интернет. Получили сертификаты о занесении в почетную книгу молодежи. Эта книга будет храниться в нашем Карагандинском областном музее. Этот проект был начат в 2011 году. Сейчас это продолжение данного проекта. В целом, нужно сказать, что основная цель проекта – это поддержка талантливой творческой молодежи, стимулирование всех представителей молодежи к активной деятельности, общественной и политической деятельности, спортивной, творческой, научной. Такой всплеск активности среди горожан не ожидали даже организаторы. С начала конкурса за номинантов успели проголосовать более 50 тысяч человек. Среди тех, чье имя занесено в золотую книгу, осели Артакшинова. Молодой педагог победила в номинации «Деятель, несший вклад в развитие молодежной политики». Я очень благодарна Акимату и отделу внутренней политики, всем, кто меня поддерживал, преподавателям, студентам Каргу. Это не только мой успех, это успех всего университета. В число золотой молодежи вошла и Варвара Лисичкина. Она победила в номинации «Молодой спортсмен». 16-летняя карагандинка уже успела 12 раз, стать чемпионка Казахстана по легкой атлетике. Но, к сожалению, сама Варвара не смогла получить награду лично, поскольку находится на тренировочных сборах в Киргизии. За заветным сертификатом пришел ее отец. Я хочу всем участникам пожелать дальнейшего успеха в той номинации, где он занял первое место. Хочу всех поблагодарить тех людей, кто за нас голосовал. Это было очень приятно, очень ваша поддержка нам была дорога. И мы постараемся ее оправдать в дальнейшем. И имя Варвары Лисичкина вы еще услышите в заголовках газет и в журналах, что она будет также радовать вас. Алина Акбаева, Ужас Габасов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Аким Карагандинской области побывал с рабочей поездкой в Улутауовском районе. В рамках своего визита Баужан Авдишев посетил ряд объектов, а также встретился с жителями сел и городов. Выслушал их проблемы и пообещал оказать помощь. В первую очередь Баужан Авдишев посетил строящуюся железную дорогу Аркалык-Шубарколь на участке станции Майбулак. Начальник управления по строительству этой магистрали Жумар Тахтаров сообщил, что к настоящему времени проведены ремонтные работы по устройству земляного полотна, построено 6 мостов и уложено 164 километра рельсошпальной решетки. Нами проведены работы по устройству 105 водопропускных труб. Завершается строительство двух подстанций. Установлено 2200 опор электроснабжения. Аким области также побывал в находящемся поблизости от строительства железного полотна селе Тересакан, где осмотрел школу и дом культуры. После знакомства с их работой Баужан Авдишев встретился с жителями села и выслушал о проблемах в их населенном пункте. В селе большие проблемы с питьевой водой и дорогами. Глава региона поручил Акиму района и руководителям управлений выделить средства на ремонт дороги между селами Тересакан и Улутау, а также на ремонт скважины с питьевой водой. Еще одним объектом посещения стал дворец культуры села Амангильды, где в 2009 году по программе «Дорожная карта» был произведен капитальный ремонт. Рабочая поездка завершилась в селе Каракингир, где глава области осмотрел местную школу, врачебную амбулаторию и дом культуры. Марк Блюшко, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. За новые успехи и достижения на днях в Караганде наградили горожан, внесших вклад в развитие шахтерской столицы в рамках ежегодного конкурса «За Мандас». Социально значимый проект «Конкурс за вклад в развитие Караганды» или «За Мандас» собирает современников, неравнодушных к судьбе родного города – края. Он позволяет определить и назвать новые имена людей, которые наряду с уже известными карагандинцами преображают угольную столицу. Конкурс формирует собирательный образ успешного в своей области гражданина. Победителей выбирали сами карагандинцы с помощью интернет-голосования и телефонных звонков. Финальный аккорд прозвучал во Дворце культуры горняков. А главная слава нашего города – это, конечно, его жители. Достойные патриоты, труженики и таланты. Желаю организаторам этого конкурса, участникам конкурса, всем, кто принял в нем активное участие, дальнейших успехов, здоровья и процветания в нашем государстве. Интрига в зале держалась до последнего момента. Ни зрители, ни номинанты не догадывались, кто станет победителем в той или иной номинации, пока не вскрывался конверт. Тут уж зал рукоплескал. Цветы поздравления и песни в честь победителей. Дипломом был награжден и футбольный клуб «Шахтер» в номинации «Прорыв года». Футбольному клубу исполняется 55 лет. Именно исторический год «Шахтер» доказал на уровне Европы, что в Казахстане футбол есть, и мы можем наравне играть с такими командами, как Германия, Голландия, Шотландия и так далее. Победителем в номинации «Прорыв года» стал уже известным певец Адам. Это большая честь. И это очень хорошо, что проводятся такие мероприятия. Они дают новый толчок к развитию. Поэтому я желаю также процветать этой замечательной премии. Пускай все мои земляки, все карагандинцы, пускай достигают больше высот. Караганданская развивается, и все самое наилучшее. Замечательно, что «Замандас-2013» проходит накануне Дня первого президента, который для многих является примером беззаветного служения своей страны. И совсем скоро, в 2014 году Караганда отметит свой 80-летний юбилей. Дата ответственная. И все эти люди, и номинанты, и победители прилагают максимум усилий, таланта, знания, умения, чтобы наш город процветал и становился краше с каждым днем. Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского – 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok